Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается. Всем доброго утра, Олег Пек, Александр Шунин. С вами. Сколько музеев не открывай, мне кажется, все равно мало будет. И огромнейшее, разнообразнейшее количество художественных музеев, музеи познавательные, музеи, где, в конце концов, не нужно ничего смотреть, а нужно щуп. Обычно в музеях стоят как бы строгие бабушки, и там надписи руками не трогать, но есть музеи, которые, наоборот, ориентируют нас на тактильные ощущения. Итак, в Риге открылся новый музей, он называется «Музей в темноте». Экспозиция его находится, как понятно из названия, в абсолютной темноте, ничего нельзя увидеть. Но можно почувствовать, и каждый посетитель этого музея в сопровождении гида может познакомиться с объектами на ощупь, в абсолютно темном пространстве. Музей стоит из нескольких залов, которые посвящены разным органам чувств, и люди могут лучше понять природу слуха, осязания, обоняния и вкуса. И с нами сегодня на связи автор проекта «Музей в темноте» Максим Михеев. Мы решили поговорить с Максимом чуть подробнее о создании этой экспозиции. Доброе утро, Максим. Доброе утро. Все ли мы правильно до сих пор перечислили об музее в темноте? Да, все именно так. «Музей в темноте» — это незабываемое путешествие в темноте, где каждый откроет для себя новый мир, откроет себя с новой стороны и ломает стереотипы. Это возможность выйти за привычный рамк восприятия мира, посмотреть на мир через чувства. И просто место, где время останавливается, именно отзывы наших посетителей. Вот вы сейчас описали подъезд моего детства, где выкрутили лампочку. Там и тактильные ощущения, и осязания, и, простите, там какие-то лужи. Вот что можно испытать в музее в темноте? Почему вообще появилась такая идея? Есть ли какие-то аналоги в других странах такого рода музеев? Да, могу дополнить. В дополнение к вашим детским воспоминаниям, у нас именно полная темнота. Такую темноту довольно сложно где-то создать, увидеть. То есть у нас, правда, кромешная темнота, ничего не видно. Если кто-то что-то видит, то больше, наверное, воображение человеку какие-то предметы начинает рисовать. Я скажу, что я уже, наверное, со школьных времен понял, что я хочу заниматься предпринимательством. Где-то, наверное, в 7-8 классе у меня было свое первое дело. Я одноклассником продавал шпаргалки. Прекрасный бизнес. В жизни я понял, что мне нравится помогать людям, вдохновлять их, открывать. И у меня появилась мечта сделать бизнес, который людям помогает, вдохновляет их, открывает, показывает им что-то новое. И так начала потихоньку осуществляться моя мечта. Где-то лет 5 назад я был за границей, посетил подобную выставку. Она сразу у меня запала в душу. После нее выйдя я сразу понял, что я хочу подобное сделать у нас. Мои стереотипы после этой выставки полностью были разломаны. Я скажу, ну, меня, я бы сказал так, порвало в клочья. А где это было? Это было в Москве. Я был на чемпионате мира по хоккею. Мне очень нравится именно чемпионат мира, болеть за сборные. И рядом был открыт недавно торговый центр. И в Москве, в России, открылась тогда подобная вторая выставка. Такой музей. И, правда, она настолько мне запала в душу, что после этого у меня эта идея постоянно меня не покидала. И через пару лет я начал плотно заниматься уже этой идеей. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Но очень рады, что в прошлую пятницу мы открыли. Ажитаж очень большой. Большой интерес. Люди звонят, бронируют. Мы сейчас переходим работать на полную неделю. Это замечательно. В плане, откуда пошла оригинальная идея. Оригинальная идея идет с Германии уже с 1988 года. И потихоньку, по миру, вот так эта идея распространилась. И, наконец, у нас есть в Латвии такая возможность. Мы первый музей не только в Латвии, но и, скажем, в Прибалтике и в Северной Европе. Дальше больше такого музея нет. Мы первые. То есть вы собираетесь открывать филиалы в указанных странах? Все возможно. Даны у нас большие. Ездить с этой выставкой, сделать ее передвижной? Мобильный вариант тоже есть в планах. Почему нет? Допустим, выступать на выставках, конференциях, на улице. Да. Ну и, конечно, вполне возможно и в наших соседях мы откроем филиалы. Такой вопрос. Вот эта выставка в темноте, то есть как бы когда ты погружаешься в кромешную тьму, то есть такое кратковременное лишение зрения. В принципе, оно называется сенсорная депривация. Частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или несколько органов чувств. С одной стороны, этот метод используется и в йоге, и в медитации. С другой стороны, это один из видов пыток. Не страшно ли вашим посетителям? Не было ли каких-то, я не знаю, нервных срывов у посетителей? Панических атак? Нет. Люди приходят, может, немного взволнованные, как говорят, любым новым, наверное, приключениям, путешествиям, что-то новое, потому что они еще не пробовали. И очень быстро люди осваиваются в темноте. Для этого с ними работает наш незрячий гид. Он помогает им понять и показать, что в темноте нет ничего страшного, нет ничего неизвестного. На самом деле, это очень увлекательное, незабываемое, эмоциональное именно путешествие. Это не просто экскурсия, человек что-то проходит и узнает, что такое статичное. Это именно интерактивное, где человек постепенно меняется. И мы видим, как за 90 минут нашего путешествия люди кардинально меняются. Сначала они приходят, может быть, не зная, что их ожидает. И уже довольно быстро в первой комнате им становится очень интересно, «А что это за предмет? А что это за фактура?» Они начинают спрашивать и гида, как они живут, как работают, учатся. И в дальнейшем уже в конце люди настолько осваиваются, что уже не замечают, что они в темноте. То есть такое, правда, очень сильное переживание и сильное перевоплощение. Для многих это очень интересное просто развлечение как таково, потому что, правда, эмоции, они уникальны. Да. Я почему спросил про все эти реакции? Потому что сам испытал нечто подобное, чего греха таить. Самое настоящее со мной случилась паническая атака несколько лет назад. Это тоже было в Риге на улице Гертрудес. У нас один из ресторанов, ну, скорее кафе, но это неважно, детали. Они предлагали так называемые ужины в темноте. И мне в качестве подарка, в общем-то, преподнесли посещение этого ужина в темноте. Я большего страха в жизни не испытывал. Но, ладно, это как бы личная моя реакция. Я немножко о другом хотел спросить. Вот тот самый ужин в темноте имел ярко выраженную благотворительную составляющую. Значительная часть средств жертвовалась латвийскому обществу слепых. Есть ли у вашего проекта такая богоугодная тоже составляющая? Наш проект официально является социальным бизнесом и имеет очень много социальных эффектов. Один из главных эффектов – это предоставление работы незрячим людям. Это главная проблема в обществе и государстве, что незрячим людям, к сожалению, нет работы. И один из мифов, что незрячие люди не приспособлены к современному миру, что они не могут устроиться. Как раз с этими стереотипами и мифами мы работаем и пробуем их развеять. Разрушить стереотип, что незрячий человек – это не человек, который не ограничен в возможности. На самом деле это человек, которому нужно просто больше времени, чтобы что-то обучить, что-то выучить. Также для незрячих людей это очень хорошее вдохновение. Люди, не секрет, они больше немного замкнуты в своем обществе. То есть есть на юге поселок незрячих, и многие незрячие в своей социальном обществе общаются, и у них довольно мало социализации с другим обществом. Здесь же люди постоянно общаются, наши гиды постоянно общаются с разными людьми, приходят абсолютно разные представители, и для них это прекрасная возможность также выучить какие-то определенные новые навыки. У нас специально проходили обучение, как себя правильно преподнести, как держать голос, как удержать внимание, как вести группу. И очень прекрасна статистика, допустим, из Европы идет, что около 30% незрячих людей, которые проходят через такие проекты, через музеи, где они работали, дальше устраиваются в другое место. То есть это, правда, момент вдохновления для незрячих людей, побоведящих, поверить в себя, и, возможно, наконец-то решиться или выучить что-то новое, устроиться в другую компанию. Также у нас планируются корпоративы и работа с государством, где, возможно, это может стать новым рабочим местом для человека. — А вы говорите о специальном обучении, а кто проводит эти занятия? — В октябре, еще до пандемии, у нас было интенсивное обучение, две недели проводила, это театральная студия «Стадия». У них уже есть опыт в работе с незрячими людьми, где было индивидуально, где с каждым мы работали по индивидуальной программе, о том, как я уже сказал, как правильно поставить голос, внимание. Как лучше и интереснее это рассказывать, чтобы посетитель был увлечен. — Но мне кажется, что есть еще ведь одна функция. То есть вы сейчас говорите с точки зрения того, чтобы дать работу незрячим людям и адаптировать их в обществе, но и само общество должно, как мы понимаем, все-таки поменяться и осознать проблемы незрячих людей. — Именно так. — На себе почувствовать. — Да, вот я вот к этому и клоню, что вот этот опыт 90 минут, оказаться на том же самом месте, то есть, в принципе, вот это, как вы рассматриваете вот эту социальную функцию? То есть люди, может быть, больше смогут понять, вникнуть в проблемы такого рода людей? — То есть это не только развлечение какое-то такое достаточно необычное, экзотическое, а именно понимание целого пласта жизни? — Именно так. Вот одна из идей, почему мне очень понравился этот проект, что, несмотря на свою такую простоту идеи, у нее очень огромный эффект. Эффект как для работников, как посетителей, для общества. И для посетителей, это как раз для общества, наверное, в целом посмотреть, может быть, такая есть одна из глубоких идей, что даже в самой неблагоприятном обстановке, условии, можно найти положительные моменты, можно к этому адаптироваться, развиваться, жить и наслаждаться. Ведь, знаете, среди незрячих людей очень много людей с разными профессиями. Это альпинисты, программисты, министры, художники. Ну, абсолютно все. Это как раз то, что вы сказали, что общество не знает об этом. Что кажется, ну, пусть незрячего у него нет зрения, он довольно ограниченный. На самом деле нет, человеку просто нужно больше времени узнать что-то, обучиться, и он может работать на любой профессии. Допустим, изобретатель круиз-контроля, да, это был незрячий человек, да, чем мы сейчас все, конечно, наслаждаемся. Есть серфинпист, да, полностью слепой, альпинист. Есть человек, который изобрел свой собственный метод катания на велосипеде. Да, он это заимствовал у незрячих. У летучих мышей, да, он едет и языком отщелкивает. Ну, что-то типа эхолокация. И он ездит, обучает людей, они свои филиалы в Европе и в Штатах, и обучает незрячих. То есть, представляете, незрячий человек и свободно едет, и может по городу, в горах передвигаться. Это как раз о том, да, показать в обществе, что, возможно, все наши проблемы, это только в нашей голове. Что нет ничего невозможного, на самом деле человек может все. Напомню, мы беседуем с автором проекта «Музей в темноте» Максимом Михеевым. 11 июня в Риге открылся такой вот новый музей. Экспозиция находится в абсолютной темноте, ничего нельзя увидеть, но можно почувствовать. Скажите, Максим, вы упомянули корпоративы, которые, возможно, будете проводить в помещении музея. Интересно, как будет, нельзя сказать, выглядеть. Из чего будет состоять программа подобного корпоратива? Да, одна из особенностей корпоративов вообще обучения в темноте в том, что пропадают очень многие комплексы, барьеры. Допустим, люди часто задумываются, допустим, как я выгляжу, когда я говорю, что обо мне подумают, как я одет и так далее. А в темноте люди друг друга не видят и открываются, намного более свободнее находятся. И нам пропадает вот этот карьерный барьер, допустим, как подчиненный начальник. Намного люди лучше фокусируются на самом предмете, на задании, так как нет других отвлекающих факторов. Здесь только темнота, и ты намного лучше чувствуешь друг друга. То есть это, правда, незабываемое время путешествия для коллектива, где они вместе работают над проблемой, над заданием. И это то, что не получить нигде. И вот такие мероприятия планируются для корпоративов, для сплочения, для обучения разные. Программа очень обширная. Мы работаем очень тесно с нашими партнерами. Это выставка «Темноте мирного учебства» в Санкт-Петербурге, выставка «Три послеполуночь» в Киеве. И что самое интересное, было удивление для меня, я сам побывал на этих выставках, познакомился с руководителями. Люди очень открытые, добрые. И просто добровольно, во благо идеи, во благо помощи незрячим людям и открытия людей, вообще пересмотр ценностей помогают от чистой души. То есть мы постоянно с ними в контакте, в разных аспектах нашего музея. И это неоценимый опыт, неоценимая помощь. Без границ, без политики люди просто в международном проекте, люди помогают миру стать лучше. То есть мы уже знаем, что 90 минут продолжается само это путешествие. Вот как нужно записываться заранее, как там происходит индивидуально в группе. Ну, учитывая все ограничения и послабления последние. Да, мы очень соблюдаем все ограничения и требования по эпидемиологической ситуации. У нас есть своя вентиляционная система. Фактически воздух у нас, можно сказать, как на улице. Все постоянно мы дистанцируем помещение, работаем в масках. Многие гиды у нас уже вакцинированы. Записаться к нам очень просто. Можно позвонить по телефону, указанному на сайте, или через сайт можно забронировать, зарезервировать уже место. На данный момент это группы, то есть это групповой билет, или можно прийти четвером, или можно как бы группу от одного до четырех человек. То есть можно или четвером прийти, можно или двоем прийти, но цена за группу остается. Мы, конечно, очень смотрим вперед, чтобы эти ограничения еще, надеюсь, благодаря ситуации улучшатся. Но люди очень много звонят, интересуются. День рождения у нас, кстати, резервируют, потому что это правда незабываемое путешествие. Есть официальное исследование в Италии делали, и по нему практически 100% людей через пять лет помнят это путешествие. То есть это настолько сильные эмоции, которые человек в этом помнит, и даже помнит имя своего гида. Ну, поверьте, я тоже помню имя официанта. Это действительно, это правда. Незабываемо во всех смыслах. Огромное спасибо Максиму Михееву, автору проекта «Музей в темноте», был сегодня с нами на связи. Отметим еще раз, что в Риге открылся новый музей. Он так и называется, «Музей в темноте», музей из Тумса, ЛВ. Экспозиция находится в абсолютной темноте. Ничего нельзя увидеть, но почувствуется. В сопровождении незрячего гида можно познакомиться с объектами на ощупь в темном пространстве. Максим, да, удачи вашему благотворительному во многом проекту. Ну что же, мы продолжаем с Олегом «Утро на балкоме». Небольшая пауза, после которой будем говорить о вопросах безопасности.